Добрый день зрители канала Домашняя часть Марины. По вашим просьбам я продолжаю снимать видео об уходе женщины возраста плюс. Но сегодня видео будет наверное для каждой женщины очень интересно и важно. Но для того, чтобы не обидеть своих подруг моих возрастов, я заострю внимание на проблеме ножек именно нашего возраста. Поговорим мы сегодня о педикюре. Конечно, очень хорошо иметь возможность сходить в салон маникюрный, педикюрный и сделать профессиональный педикюр. Есть педикюр ручной, так называемый, а есть аппаратный. Я тоже иногда посещаю такие заведения, ну может быть перед какими-то мероприятиями. Или действительно хочется как-то ножки сделать уход более профессиональным. Но я знаю, что наверное многие-многие из вас не только не имеют такой возможности, может быть финансовой или по месту расположения, там где вы живете, в пригороде, в поселке, в деревне, в селе до маникюрного салона очень-очень далеко. И я вам хочу рассказать, начать наверное видео с того, что как и многие из вас, когда появился интернет, это лет 8-10 назад наверное, когда появился ютуб, я еще была как зритель ютуба, даже в помыслах не было стать блогером. Я даже не понимала, что как и откуда это. Я тоже искала видео, которые помогли бы мне в уходе за собой. И я наткнулась на канал профессиональной женщины маникюр-педикюр, достаточно взрослой. Я не помню ее фамилии, не помню название канала, но по описанию я сейчас вам расскажу. Может быть кто-то тоже видел эти видео. Женщина профессиональный маникюр-педикюр. И она на себе показывала ножки вот именно наших возрастов. Она уже была бабушка, у нее были внуки. Но ножки были настолько запущены, что я даже не представляю, что если она готовила свои ножки для того, чтобы снять видео, я не знаю сколько надо было времени для того, чтобы ножки так заросли. Скорее всего здесь сыграла пословица то, что сапожник без сапог. И скорее всего некогда было обратить внимание на свои ножки. В нашем возрасте очень большая проблема, это может быть прежде всего сухость пяточек и трещины, натоптыши, мозоли. Ну и конечно может быть у кого-то присутствует потливость ножек. Я могу забыть в конце видео, то я хочу вам обязательно посоветовать использовать, ну вот и при педикюре мы будем говорить, это ванночки из соды пищевой. Потому что потеют ножки, это выделение определенной кислоты, мочевая кислота, которая дает возможность стремительно размножаться микробам, грибкам. Эта кислота выделяется в самых таких неприятных местах, интимных даже может быть под мышками, зона бикини, также это может быть под грудью и ножки особенно. Я, вы знаете, сниму наверное отдельное видео, как по запаху пота, я вам расскажу как целитель нетрадиционной медицины, вы можете определить, что в организме какие сбои идут. Я снимала видео о соде, что запах вашего тела это ваша старость, но видео наверное неправильно поняли зрители. Я имела ввиду именно возрастной запах, когда идет изменение гормональной системы, после приема препаратов, после стресса, просто идет волнение и организм выделяет вот такие вот вещества. Но зрители интерпретировали по другому, то если у вас потеют ножки, я хочу обратить внимание, что в этом случае мы должны использовать, но вот сода она нейтрализует мочевую кислоту, то есть происходит ощелачивание. И можно использовать дубильные отвары настоя. Всего лишь два растения имеют очень сильные дубильные вещества, так называемые танины. И я недавно сняла несколько видео, это зеленый чай, зеленый чай, некоторым плохо от него становится головокружение, тошнота, рвота. Это как раз действие танинов происходит внутри организма, быстро меняется кислотность. И вот именно если вы будете делать вот такую заварку зеленого чая и поместить свои ножки, или у кого проблема с запахом пота, то ножки, дубильные вещества, танин уничтожает вот тоже эти бактерии и запах исчезает. Но это вдруг я вот приготовила вам как показатель, если я вдруг забуду в конце видео напомнить. Зеленый чай, вы должны сделать так, что отвар должен быть такого оливкового цвета, такого, ну оливковый цвет, да, горчичный можно сказать. Поэтому это будет очень хорошо, все у кого потеют ножки. Если у вас трещинки на ножках, это очень большая проблема в нашем возрасте. Но прежде всего летом в босоножечках это непрезентабельно, пяточку такую видно, очень тяжело ходить, это боли, это опасно, потому что это открытая рана. Вы знаете, способов заживления трещин очень много. Начиная от печеного лука с хозяйственным мылом до обычных мазей типа спасателей или вот как я вам все время рекомендую, даже тот же пантенол. Вот у меня и крем оказался здесь есть, и спрей аэрозоль есть, потому что здесь как раз есть процесс восстановления, заживления кожи. Мы его при ожогах используем, но и при трещинах тоже. И идет увлажнение кожи. Это показатель то, что ножки у вас пересушены. У меня есть второй канал, марина цветы, для садоводов, огородников и цветоводов. И я, как и все, подвержена очень большим проблемам, начиная с весны до осени. Потому что то ходим мы босы по земле, по грязи, по клумбам, и земля буквально вытягивает влагу с ножа. Некоторые ходят прямо в носочках по огороду, я знаю, некоторые в шлепочках. Но резиновые шлепки тоже очень сильно высушивают пяточки. Обязательно, чтобы у вас каждый вечер возле кровати находился крем для ножек, достаточно жирный. Я кремами не пользуюсь, у меня очень большое количество масел, поэтому я имею возможность увлажнять, смазывать. Хотя, казалось бы, масла жирные, но они увлажняют и питают кожу. Но дело в том, что трещину заживить на вот таком наросшей пятке не представляется возможной. Вот эта кора сухая, она разрывает еще больше, и рядом образуются новые трещины. Это тоже может быть еще недостаток витамина А, витамина Е. Витамина находится у нас в сливочном масле. Вы можете его растопить и точно так же на ночь на пяточку прикладывать сливочную масочку, компресс делать. Можно бинтик намочить, какой-то тампон, просто хлопковую ткань на пяточку. И вот этот витамина как раз будет проникать и для кожи будет очень хорошо. Но вам обязательно надо избавиться от нароста вот этой мертвой кожи на пяточках. Ну, наверное, все знают, но я на всякий случай просто расскажу еще раз. Нам обязательно надо купить несколько пилочек для педикюра. Хочу обратить внимание, что самая главная пилочка, это пилочка с очень крупной наждачной фракцией. Очень крупная. Она такая грубая должна быть. Вторая пилочка должна быть более мелкая, такая нежная уже завершающая. И есть еще вот такая стеклянная пилочка, это для полироли. Стекло такое шершавое, но это пластик, наверное, не стекло. Это как полиролька уже, действительно. Я возвращаюсь к блогеру, которого вот я увидела много лет, профессиональный маникюр. И поэтому я и вам это хочу передать, что обычно мы ножки распариваем очень хорошо в содовом растворе или просто в мыльной воде так распариваем ножки. Пемзочкой мы не пользуемся, потому что пемзочка рвет пяточки, ну, смотря какое качество пемзы может быть. Но вот влажные ножки рвет вот все вот эти амбразивные средства. И я увидела, что эта женщина, на удивление, профессионал, советует первоначальную чистку ножек вот таким амбразивным средством делать на сухую. Разложите салфеточку или ткань возле себя. Возьмите вот такую пилку амбразивную жесткую и очень аккуратно начинайте вот спиливать, счищать вот эту сухую мертвую кожу. И возле пальчика, возле ног, ноготков. Но говорим мы сейчас о пяточке. Пяточка такая как бы квадратная. И вот так по углам, по углам счищайте. Вы будете поражены, сколько ороговевших тканей прям отвалится от вас. В зоне трещины работаем очень аккуратно. Вы трещину не должны спилить. За два, за три раза вы снизите вот этот ороговевший слой. Вы будете делать компрессы, масочки, лекарственные, может быть препараты, крема. И постепенно снимая вот этот мертвый слой, мы опустимся ниже, ниже. А за это время наша трещинка уже заживет. Вот, запомните, каждый вечер, я не знаю, как руки и лицо, хотите смажьте, хотите нет. Но ножки в таком состоянии мы обязательно должны наполнить жирными кремами, маслами. Ну, может быть, какими-то компрессами. Сейчас у меня на столе, опять же, мне презентовали, дорогие мои близкие, подруги, вот такая кислота для педикюра. Кислота необыкновенно ядовитая, ужасно ядовитая. Ее держать здесь вот четко написано. Буквально от 15 до 30 секунд. Кислотный пилинг для ручного педикюра. Это очень агрессивные средства, которые вы можете использовать. Потом, конечно, кожа легче сходит. Но для организма такая кислота, мы не знаем, как она отреагирует. Поэтому это я пока отставляю опять в свою такую копилку залежи. И вот, когда вы уже сотрете вот этот ороговевший слой в достаточном количестве, вот только теперь мы начинаем делать с вами водные процедуры для наших ножек. Как я советовала, можно содовый сделать раствор, можно мыльный, шампунь можно добавить, соль можно добавить тоже, это очень хорошо. Все, у кого в моем возрасте варикозное расширение вен, вы должны понимать, что вот такие кислотные пилинги мы с вами не можем делать. Нельзя использовать достаточно горячую воду для ножек, ну, потому что у вас нарушено не только венозное кровообращение, но, скорее всего, и капиллярное, поэтому вода должна быть теплая, комфортная, но не горячая. И подержите ножки 10-15-20 минут до остывания водички, и затем уже приступайте к работе к вот таким деликатным нежным пилочкам. Это будет намного-намного легче. Но, дорогие друзья, между вот этой процедурой крупного амбразивного вот такого состава и вот такой деликатной, когда вы попарите ножки, вытерите ее на сухоножке, вытерите, между пальчиками вытерите. И теперь я возвращаюсь еще к одному средству, которое недавно я вам презентовала. Средство это крем для депиляции волос, ножки мы летом и круглый год это делаем. Я сняла для вас видео, если случайный вы мой зритель, о том, что крем для депиляции я использую для удаления усиков над верхней губой. Для женщины это очень хороший способ, деликатный. Я или дам ссылочку, или посмотрите плейлист натуральный уход для женщины. И вот теперь крем для депиляции, который обычно зимой у вас лежит без дела, мы будем использовать для педикюра. Мы с вами вот такое мягкое, деликатное средство, которое содержит витамин Е, содержит алоэ вера. Это все у нас с вами витамин Е, который обладает успокаивающими, смягчающими свойствами. Кожа станет гладкой, шелковистой и увлажненной. Я вот вам советую, после того, как ножки вы попарили, протрите насухо и намажьте прям так хорошо пяточки, верхнюю зону, там где пальчики, кремом для депиляции. Этот крем на любом участке кожи, начиная от верхней губы, это мое ноу-хау такое, на ножках мы оставляем от 5 до 10 минут. Трещинку не мажем такими агрессивными средствами, пожалуйста. Мы потихонечку будем спускаться, размягчать ее и затягивать. И вот спустя 10 минут намазывать им кремом. Можно накрыть кулечком для того, чтобы сохранить эту влагу. Вы смываете крем в этой же теплой воде, перед которой ножки вы парили. И теперь вы начинаете более смело работать этими пилочками. Можете взять еще раз вот такую агрессивную пилочку. Можете уже использовать полирольки. Дорогие женщины возраста плюс и все, кто помоложе, вы таких пяточек давным-давно у себя не видели и не ощущали. Это действительно бархатные ножки. Если у вас ножки не имеют трещинки, вы можете смело после этого крема депиляционного, конечно, чистить ножки очень хорошо. Смываем обязательно мыльной водой. Держим не более 10 минут. Продолжаем педикюр на ногтиках. Все, что нужно, вы здесь делаете. Высушивайте, если надо, лаком скрываете или оставляете чистые ногтики. Но очень важно после педикюра все-таки ножки смазать. Или крем достаточно жирный для ножек. Но я использую масло. Дорогие друзья, у меня, как всегда, в арсенале кокосовое масло. Все, кто не знает, кокосовое масло очень хорошо увлажняет, питает, но и подсушивает кожу. Поэтому, если склонность к потению ножек, кокосовое масло вы хорошо можете использовать. Для ножек можно использовать любое масло. Льяное, кунжутное, это вообще бархат ножек и лица и тела вашего идет. Оливковое, подсолнечное, очень хорошо утопленое сливочное масло. Все, кто имеет такую сухую кожу на ножках, вот где венки, какие-то поражения пятен. Ну, о рожи мы сейчас не говорим с вами. Но, если вдруг когда-нибудь у кого-нибудь будет такая проблема, знайте, что все вот эти накожные, дерматитные такие проблемы, ну, вот на ножках мы говорим, обязательно смазывайте растопленным сливочным маслом. Это витамин А, который именно идет на восстановление нашей кожи. Я надеюсь, что я ничего не забыла, рассказала вам свой уход, дорогие друзья. Делюсь с вами только своими, ну, вот по вашим просьбам, может быть, рецептами, может быть, секретами, скорее всего. Это, ну, наверное, это мои секреты были. Поэтому, вот такие простые средства, вот когда потные ножки, очень хорошо использовать. Есть еще такая мазь, цинковая называется, мы ее используем, вот я для лица использую от веснушек, если жирная кожа, если прыщи такие у кого есть. А можно смазывать тоже цинковой мазью, вот пальчики, между пальчиками на ночь. Цинк хорошо подсушивает, он тоже убирает грибковые вот эти вот все поражения. Это будет очень хорошо. Девиз моего канала, чтобы быть счастливой, не надо успевать все. Надо успевать главное. А для женщины главное, это быть здоровой, это быть любимой, быть красивой или хотя бы обаятельной. Надеюсь, мои советы вам интересны и полезны. Ставьте класс, подписывайтесь на канал Домашний очаг с Мариной. И обязательно просматривайте очень нужные видео, ну, наверное, для всех возрастов. Потому что я очень стараюсь вложить в свои видео не только полезную информацию, но свой многолетний опыт. И стараюсь быть вам полезной и интересной. Жду ваших комментариев после такой процедуры. Продолжение следует...